Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру по названию Atkiz War of Mine. У нас 18 день, играю я за Роману и Катю, также к нам присоединилась Света. Хочу у Романа получить хорошую концовку. В принципе, я думаю, концовку уже будет очень скоро. Возможно, даже в этой серии я ее получу. Так, Света у нас очень голодна, но пускай есть пока супчик. Так, Катя у нас тоже пока суп поесть. 18 день, к нам никто не пришел, время 10.40 уже. Так, Роман у нас отдыхает. Катя, поешь? Так. Света послушает радио. Надеюсь, вмешательство международных войск, миротворческих войск, не перенесут. Скорее всего, перенесут, да? Так, пока что ничего не говорится о том, что перенесли. Так, ну и в принципе, я думаю, можно день завершить, раз никто не пришел. Блин, а зачем? Должна была Катя спать, лечь. Света у нас и так поспит. Надо досок больше добыть. Сколько у нас тут досок есть? Нам сейчас нужны доски. Пока что дрова есть. Так, и завершаем день. У нас идет Катя добывать, потому что у нее самый большой рюкзак. Так, охранять Роман будет. Так, идем, я даже не знаю, куда. В армейский блокпост? Нет, церковь нет. Так, ветхую трущобу нет. Полина, тут... Тут идти-то даже и некуда. Ну, давайте в ветхую трущобу сходим. Больше некуда идти. В гостиницу там опасно. Я предположил, что там будет один сумасшедший, будет жить. А там банда, оказывается, бандитов. Там немного, да, отличается. Там, скорее всего, три вариации. Три вариации локации этой. Ну, пока что я буду все подряд брать. А уже потом только ценные. То есть, всякий хлам, который у меня сейчас будет, я буду на ценные вещи потом обменивать. Так, ну компонентов, блин, слишком много. Компоненты мне не нужны будут. Компоненты можно даже прямо сейчас сбросить. Так, сахар. Сахар я забираю, его можно продать. Так, доски. Ой, сахар, зачем я сбросил? Так, доски скидываю. Ой, то есть, компоненты от доски забираю. Так, доски нам нужнее. Написано много оружия, но тут, блин, порох и гильзы только из оружия. Они тоже, к сожалению, оружием считаются. Поэтому ты не определишь, ценные ли там вещи, или просто дурацкие гильзы и порох. Конечно, можно самому делать патроны, но для этого нужно много ресурсов иметь, чтобы у 4-х до 3-го уровня. А у меня такой возможности нету, в год 4-х до 3-го уровня. Так что, гильзы я не буду делать. Это есть патроны, сам. А, кстати, патрон. Блин, оно того стоит, нет? Мне кажется, оно того не стоит. Один патрон с собой брать. У меня пока патроны есть. Если что, я вот торговцы куплю, лучше замену сахар. За сахар куплю патроны. Так, ну и все. Бежим к выходу. Дрова я раздобыл себе. Мне этого хватит. Даже, возможно, до конца зимы этого должно хватить. 19-й день. Так, Роман у нас очень голоден, поест супа. Так, Катя у нас устала. Так, Света, подъем. Так, ничего нового мне не сказали. Парази. Так, дрова забрось. Так, Роман идет спать. Катя у нас тоже сейчас будет спать. Ну, а Света нам нарубит дров. Пока этого должно хватить. Блин, и... Не знаю, придет к нам кто-нибудь, нет? Придется ждать. Ну, ладно. Так уж и быть. Подождем. Время 10.10. К нам никто не пришел. Завершаем день. Завершаем день. Так, давай я лучше компоненты всякие соберу. Ну, и доски. Так, можно патроны, игрушку взять. Так, вот этот пока... А этот хлам я пока не буду брать с собой. Если уж я ничего ценного не найду, а место в рюкзаке останется, то... понятно. Понятно. Опять всякий хлам. Ну и ладно. В принципе, можно домой возвращаться. так, день 20-й. По сути, должны были... Наверное, 21-й день приехать войска. Обещать... Через неделю. Был 14-й день, обещали через неделю, то что войска приедут. Так, Роман у нас... А почему он рядом скрывается? Я чё, спал? Я его случайно спать положил. Не отправил охранять? Блин. Это плохо. Так, иди поешь. Катя. Так, света. Вы слушаете радиопокорин, мы с сожалением сообщаем, что наш коллега Иоанн погиб. Только не говорите, что перенесли. В городе Гравия были обнаружены массовые захоронения. Военные отцепили район и не пускают журналистов до окончания расследования. Понятно. А как насчет помощи, то что нас спасти должны? Так, у нас света слегка больно. Так, Роман закинует дров. И... А свет пойдет спать. Так, ну что? Придется опять ждать. 10-10. Подождем. Может быть, кто-нибудь придет. Торговать пришел. Так. Ну, пока что мне всего хватает. Даже не знаю. Кстати, мне и мясо есть. Ааа, блин, блин. Ну, в принципе, пока что торговец нам не нужен. Потому что, скорее всего, скоро война закончится. Так что можно день завершать. Так, ну, давай в ветхую першоба опять Катя пойдет. Там очень много компонентов. Давайте компоненты выносить. Это на всякий случай, если вдруг... Международные войска, типа... То есть, вторжение международных войск... На территорию грязни отменят. То есть, перенесут. Если только в том случае... Мне придется вот продавать вот эти компоненты торговцу. У меня как раз-таки много накопится. И, возможно, я даже консерву одну смогу купить. Но, скорее всего, уже конец должен быть скоро. Обещали же через неделю. Скорее всего, 25 дней. Или 22 будет дня. Конфликт длится. Был бы неплохо, если бы сейчас уже все это закончилось. Ммм, кстати, вместо пороха, так, вместо вот этого хлама, я, наверное, лучше доски возьму. Так, да ну нафиг этот сахар. Давайте лучше доски возьму. И побежали обратно. Побежали домой. Вот так и будем проводить все дни. До конца войны. Потому что я не уверен. Может быть, перенесут, и нам придется 45 дней вообще жить. А если я сейчас буду пропускать дни, возможно, я потеряю ценное время на добычу ресурсов. По сути, война должна быть весной. Она не может закончиться. То есть, должна закончиться именно, когда снег перестал падать. Снег еще идет. Она не может закончиться зимой. Скорее всего, отменили, да? Так, пока что ничего не сказали. Очень голоден. Ну, поешь. Прямо рядом, кстати, стоит. С едой. Так, Света нам забросит дров немного. Кстати, она была легко больна и вылечилась сама по себе. Так, ну ладно, ждем 10-10. Может быть, кто-нибудь придет помощь попросить. Но, вряд ли. Так. Я даже знаю, что нужно нам сделать. Я не знаю, как ее зовут, но она там, типа, говорится, маленькая дочка живет дома одна. И ей, в принципе, надо помочь укрепить убежище. Заколотить окна, точнее. Укрепить убежище надо для соседей, которые мне вовсе сначала приносят. Сейчас Роман пойдет помогать. Так, ну самое главное, чтобы теперь на нас не напали. Будете вдвоем охранять. День 22. Отлично. Все прошло спокойно. Сильно устал. Иди спать. Так, Катя у нас очень голодна. Иди ешь. И Света у нас тоже очень голодна. Но консервы не трогайте пока что. Консервы нам пригодятся. Катя, хотя, знаете что, Катя пойдет спать. И еще ресурсы добывать. А вот Света нам приготовит еды. Почему звук пропадает? Временами звук пропадает. Так. Давай сначала радио послушаем, и я подожду 10-10. Наступили холода. А, наступили холода. К сожалению, в течение пары ближайших дней не ожидается потепление. А нас спасать-то будут? Нам сообщают, что Международные миротворческие миротворцы положат конец гражданской войне в Грознавии. Наверное, 25 дней будет сценарий. В городе Грай были обнаружены. Так, понятно, это я уже читал. Ну, вряд ли будет 22 дня. Скорее всего, 25 дней будет война длиться. Так, время 10-10. Никто не пришел. Можно поесть и завершить день. Так, это еще не конец войны. Роман будет охранять, Света будет спать, Катя добывать. Идем в ветхую трущобу, что нам еще делать. Будем всякий хлам выносить. А, вот, кстати, лестница. Я ее чуть пропустил. Так, кстати, хлам забрал. Так, доски. Хэлла, я лучше доски возьму, чем... Ваш хлам. Так, а тут почти больше ресурсов, можно сказать, не осталось. Наверх можешь забраться? Сейчас посмотрим, что еще здесь есть. А здесь еще есть ресурсы. Ладно, еще раз вернусь сюда. Можно сказать, я полностью всю локацию обчистил. День двадцать третий. На нас напали. Но, к счастью, мы справились. Так. Роман у нас очень голоден. Я его покормлю сейчас. Так, Света послушает радио. Роман пойдет спать. В принципе, опять, наверное, придется десять-десять ждать, да? Мы получили подтверждение того, что к Погорне действительно пролежаются миротворческие войска. Прекращение огня можно ожидать со дня на день. Отлично. Двадцать пять дней будет конфликт длиться. Двадцать пять дней. Отлично. Мы ждем десять-десять, короче. Если никто не придет, то, в принципе, пропустим день, как всегда. Пришел торговец, но торговец нам не нужен, потому что война уже скоро закончится. Так что, завершаем день. Так. Ну и, наверное, все будут спать, кроме Романа. Роман будет охранять. Тут, в принципе, чуть-чуть совсем осталось. На нас напали. Что-то слишком много патронов потратили. Так, ешь. Роман у нас просто устал, ведет спать. Так, что там у нас Света? Очень голодна, слегка больна. Ой, то есть Катя. Света-то у нас вот здесь вот. Вы оба у нас слегка больны. Таблетки есть. Давайте таблетки пейте. Ага. Так, ну и, в принципе, кровать надо скрафтить. Так, Света таблетки выпила. Так, подожди. Это пускай Света эти... А, или... Да, этим пускай Света занимается. Тебе еще... Тебе еще таблетки надо пить. Так, Света и заодно еще дрова закинет. Так, не знаю, придут нам сегодня кто-нибудь обратить помощь или нет. Ой, блин. Света. Ну ладно, иди, мне сорной придется. Так, подожди, Катя, Катя, Катя. Слушай радио. И сейчас, кстати, пока мы радио послушаем, тут, по сути, 10-10 время будет. Так, можно, кстати, мясо забрать. Так, Света ложится спать. И к нам никто не пришел. Это последние дни. 25-й день, скорее всего, будет последний. Так, завершаем день. Так, Роман у нас будет охранять. Вы обе будете спать. День 25-й. Надеюсь, Роман получит хорошую концовку. Так, голодна. Ну просто поешь. Так, поешь. Хотя ладно, я так просто продукты не буду тратить. Возможно, это еще не последний день. Возможно, они у меня будут с голоду помирать потом. Так. Делаем дома. Дрова закончились, понятно. Тогда радио послушаем. Понятно, ничего нового не сказали. Так, Роман будет рубить дрова. Ну и, в принципе, я подожду 10-10. Если никто не придет, то я, в принципе, заканчиваю день. И, скорее всего, это последний день. Скорее всего, будет конец. Так. Время 9.40, и к нам пришли дети просить помощи. Отлично, сейчас мы им дадим таблеток. Роман им даст таблеток. Так, Катя нам... Как раз-таки обыщет... Ящик. Иди дверь открой. Бинты! Ёлки-палки. Я понадеялся, лекарства-то у меня и не осталось. Нигде заначки лекарств. Блин. А давайте вы у меня попросите всего лишь одну пару бинтов. О, а всего лишь одно лекарство. Отлично. Так, это же Роман. Дай мне секунду. Так, Роман. Да, брат, он вам даст лекарства. Все. Нам они вроде даже и не понадобятся. Сегодня, скорее всего, последний день. Может и нет. Так. Что они там говорят? Что он там думает по этому поводу? Бедные дети. Надеюсь, наши лекарства будут достаточно, чтобы помочь их матери. А я думал, ты обычно все время ворчал, когда я всем помогал. Ну ладно, конец. Так и думал, что это конец. Поэтому я отдал последние лекарства. Так, вы выжили в войну. Не, ну давайте подведем. А, кстати, тут и так игра сама подведет итоги. Так, смотрим. День третий. Помогая друг другу. Мы помогли человеку достать лекарства для его отца. Роман помог человеку достать лекарства для отца. День четвертый. Голодный человек. Роман поделился нашей едой с голодающим. А почему в первом случае мы помогли, а в втором случае только... Роман помог. День девятый. Света искала убежище. Света искала убежище, и мы позволили ей остаться с нами. День десятый. Соседи в бесте. Наши приветливые соседи попросили нас помочь. И им укрепить убежище. Роман был рад помочь им. Роман ему помог, короче. Отец и сын. День одиннадцатый. Роман помог человеку, который был ранен снайпером в то время, когда возвращался к больному сыну. День шестнадцатый. Жертва снайпера. Брат нашего соседа был ранен. Пулей снайпера. Роман помог перенести его в безопасное место. День двадцатый. Мы проигнорировали посетителей. Кто-то приходил и стоял за дверью. Наверное, он нуждался в нашей помощи, но мы не открыли. Почему? Я же всегда открывал. Я всегда ждал время. День двадцать первый. Мольба о помощи. Наша соседка чувствовала себя в опасности и попросила нас помочь ей заклотить окна. Мы сделали это. Роман сделает это. День двадцать пятый. Для спасения жизни дети наши соседки попросили у нас лекарства. Для нее мы помогли. Прекращение огня. Так, получил ли Роман хорошую концовку? Да, получил. После войны Роман нашел своих бывших товарищей и к своему огромному облегчению узнал, что в большинстве своем они восхищались смелостью его поступка. Он вернулся в свой район и возглавил местную общину. Война не затушила поэмы, которая заставила Свету отдавать себя своему призванию. Однажды ее посетил бывший ученик тот самый. Так, это хорошая концовка. Ну, Катя тоже. Используя своей Катей, нашла свои. Так, они... Так, она вернулась с ними в город и помогла им отстроить дом. Да, это тоже хорошая концовка. У всех хорошая концовка. Так, на день двадцатый. Только не понимаю, кто там приходил на двадцатый день. Вообще без понятия. Пригнорировали. Я вроде всегда ждал время десять и десять, никто не приходил. Как это так? Как это понимать? Пять дней так-то? Ну, в принципе, ладно. Если что, я проверю. Может, там кто-то новый просто приходил. Просил остаться. Ну, самое главное, что я хорошую концовку получил. Цель выполнена. Я также продолжу дальше получать концовки у других персонажей, которые я не получал. У Романа я еще не получил несколько концовок. Также я у него не получил концовки, связанные с побегом. Я у всех персонажей практически не получал концовки, связанные с побегом. Но для этого я буду специально создавать, так сказать, заново начинать, специально ставить галочку, активировать дополнительный контент, чтобы специально сбегать. Ну, в принципе, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.